Реконструкция московского шоссе, второй по масштабу и стоимости работы инфраструктурный объект после стадиона Самара-Арена, реализованный накануне Чемпионата мира по футболу. Общая стоимость работ приблизилась к 9 миллиардам рублей. Однако до сих пор некоторые моменты вызывают нарекания. В частности, жители поселка Мехзавод сейчас просят о новом пешеходном переходе. Старые зарыли в ходе реконструкции главной транспортной артерии столицы губернии. Такой был добрый, хороший, нужный всем подземный переход. Взяли, закопали. Теперь такие вот переходы дурацкие. Я считаю, что там все-таки надземный переход нужен, поскольку там и дорога скоро будет строиться, которая будет соединять Московское шоссе и Красноглинское. К ситуацию подключились и промышленные предприятия. Их представители через региональную ассоциацию работодателей дошли до правительства Самарской области. Это оборонное предприятие наше, салют. Нет перехода через Московское шоссе. Это очень и очень большая проблема. Насколько мне известно, министерство знает об этом. Есть соответствующие даже, по-моему, поручения. Но там, наверное, цена вопроса, все-таки она как-то, 122 миллиона, этот переход затрудняет его решение. Но, может быть, хотя бы бюджетом следующего года предусмотреть это как пожелание. На запрос ТЭР и Минтранс ответил, что проектная документация по переходу на мехзаводе готова, но сроки строительства в настоящее время не определены. Между тем, эксперты считают, что причина проблемы – спешка при проектировании и подготовке. Там было два подземных перехода, сейчас ни одного. Сейчас эти конструкции остались зарытые в земле. Проект разрабатывали вообще не самарские специалисты. Соответственно, что там, что происходит на земле, вот эти вещи нужно прощупать. Изнутри даются короткие сроки, ограниченное техническое задание, зажимаются полностью многие инициативы архитекторов. И делается лишь бы побыстрее сделать, лишь бы не прогореть в сроках и не попасть в штрафные санкции. Руководство проекта, организация и заказчики должны поддерживать эти странные инициативы. Они могут существенно влиять на стоимость, но надо услышать. Впрочем, даже если новый переход начнут возводить, это не гарантия безопасности пешеходов. Напомним, ТЭРа уже рассказывала, что построенные накануне Мундиаля три таких объекта на пересечении Московского шоссе с улицами Советской Армии, Революционной и в районе ТЦ Империя практически сразу подверглись жесткой критике общественности. При себестоимости 35 тысяч рублей за квадратный метр и цене контрактов 219 миллионов рублей возникли серьезные претензии к качеству выполненных работ. От влаги на конструкциях появлялась ржавчина, а со стены потолка падала плитка. Продолжение следует...